привет друзья приветствую вас на своем канале пришли очередные посылочки из китая заказывал я мультиметр за 6 долларов и и пинцет для мультиметра для проверки smd деталей но сейчас мы это все будем распаковывать смотреть итак распакуем сразу большую посылочку так что мы тут видим коробочка такая digital мультиметр сам прибор то еще это я не заказывал таро подпад положил мне продавец подарок так вот сам прибор dt 990 205 а но у меня до этого был прибор dt 92 08 значит ну сейчас посмотрим какие у них функции и отличия достаем сам прибор прибор сторонку коробочку сторон и так что у нас здесь мануал параметры измерения так значит что у нас здесь переменное напряжение мере до 750 вольт по стоянку тут до 1000 проверка транзисторов сопротивление прозвонка выключить у меня там была кнопочка вот здесь выключить здесь выключить так но как видим тут написано автовых отключений проверка транзисторов проверка конденсаторов микрофарады и проверка тока да и так ну работает у нас так все работает так ну тут кабелек интересный такой по качеству конечно она будет получше так но это хорошо давайте раскроем теперь следующую посылку а потом проверим сам прибор на точность измерений так вот вторая посылочка давайте распакуем так здесь у нас вот такой вот пинцетик для проверки smd компонентов ну тоже мы сейчас это все попробуем так сейчас уберем все со стола и немножко протестируем прибор и так взял я немного компонентов радио значит взял конденсаторы взял резисторы чтобы проверить его взял smd-шные вот такие вот платку взял тоже проверим пинцетом так давайте пробовать как мы будем делать замер подключила сразу эти провода которые мне подарили шли в подарок давайте проверим вот вот у меня есть конденсатор 33 микрофарада подключаем его и включаем прибор так показывает он нам 35 35 и 5 и 6 35 и 6 значит тестировал я его на более дорогом вот эти вот конденсаторы именно вот этот конденсатор тестировал значит вот это я не тестировал ничего-то с китая тоже не приходили значит показывал на не помню как прибор называется у не тоже китайский но более дорогой версии значит было у него 35 и 2 ну небольшая погрешность есть но я думаю это допустимо так давайте посмотрим вот эти вот китайский конденсатор 1 микрофарад так подключаем 1 микрофарад неудобное что-то вот так 1 и 1 более точно ну 1 и 1 будет ну в принципе это очень хорошо даже нормально так ладно по конденсаторам на хватит давайте проверим резисторы так у меня есть 3 3 килоома резистор выставим 3 3 3 проверим с килоома что он покажет так переключим напомним сам прибор брал за 6 долларов брал я его с кэшбэком минус 7 процентов значит обошелся мне немножко дешевле значит 5 с копеечками значит при покупке с кэшбэк я купил за 6 долларов когда я подтвердил что товар пришел мне вернули 7 процентов ссылку ссылочку на кэшбэк и на товары я дам в описании под видео так значит заявлено нас 3 и 3 у нас появляется 3 может где то что подходит 3 2 в принципе это еще допустимо значит эти транзит эти резисторы идут с погрешностью 1 2 процента так что и сам прибор может она так и есть сейчас сейчас посмотрим другой такой же самый 33 в принципе показывает одинаково так а ну посмотрим умение умная значит 200 он показывает нам давайте включим на 200 вот 190 194 ну в принципе показания неплохие для такой цены я думаю вообще будет разница эти большая так это у нас на 470 кило ну что он нам покажет 455 ну конечно погрешность есть прибора но не смертельная ну вот как видим резисторы показывают все четко хотя гарантия гарантия что они тоже очень правильные я их не тестировал ну давайте попробуем smd компоненты так для этого мы вытаскиваем подключаем вот этот вот пинцетик удобненький ссылочку на него я тоже дам под видео ну тут конечно провода более качественные проверим проверим smd компоненты вот этим вот пинцетом чудо который стоит тоже копеечки ссылку на него я дам под видео так давайте проверим конденсаторы так вот я вижу есть тот конденсатор так что у нас не покажет а ну ка 56 57 микрофарад так давайте включим на резисторы так значит у нас двести двадцать второй так резистор что надо включить 222 1.8 килоома так это все одинаковые ну вот 500 ом 7.1 килоома ну как видим очень удобно этим пинцетом работать сейчас бы щупом точно быстро так не проверишь спасибо за просмотр значит ссылочки я оставлю под видео кому интересно ставьте лайки пишите всем пока 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 Редактор субтитров А.Семкин